Сегодня я вам прочитаю ещё одну интересную историю о птице Сирен от Сергея Кропаткина. Эту историю я слышала несколько раз от него и совершенно верю тому, что произошло, потому что также мой папа, живший на Волге, в Царстве Монебесное, за месяц до своей кончины видел подобную птицу Сирен. То есть когда он пошёл на Волгу, вдалеке, на камне, сидел как бы огромный человек, средь бела дня огромный человек. И он был очень удивлён, что такого размера человек сидит на корточках. И когда он к нему подошёл поближе, то этот силуэт взмахнул крыльями, и размах его крыльев был как мини-самолёт, и улетел в сторону Волги, на другой конец Волги. Папа был потрясён, испуган, и в нём такой мистический какой-то страх был перед тем, что случилось, потому что совершенно непонятная история никогда таких птиц, это не было птиц, это было больше похоже на динозавра, потому что очень большой. И, видимо, в наших лесах, тольяттинских, жигулёвских, есть эти существа. И вот следующий рассказ Сергея Куропаткина, я вижу, что вам понравились его рассказы. Поверьте мне, это человек, который никогда не лжёт, и он это не делает для того, чтобы заработать деньги, а это просто большой творческий человек, поэт, и в то же время мистик, потому что с детства ему дано видеть вещи, которые не видят обычные люди. Извините, я немножко простыла, и голос осип. Но тем не менее, я вам хочу прочитать этот рассказ. Как-то одним летним вечером я решил прокатиться на велосипеде по тропе здоровья, как у нас её называют. Были уже сумерки. Доехав до подпосёлка, я решила не возвращаться по ней обратно, а поехать через лес, что было гораздо короче. Сумерки сгустились, была уже практически ночь. Глаза к темноте привыкали быстро, поэтому дорогу было видно неплохо. Проехав где-то с километр, я услышал совершенно дикий рёв. Я остановился, как вкопанный. Крик был настолько ужасный, что у меня кровь в жилах застыла. Первое, что пришло в голову, что кто-то с огромной собакой гуляет, но вокруг стояла полная тишина, ни звука. Постояв с минутой, я потихоньку двинулся вперёд. Проехал метров сто, и вдруг передо мной абсолютно бесшумно пролетела огромная птица размером с человека. Она практически задела меня по лицу кончиком крыла. Пахнуло ветром, и она скрылась в чаще. Я опять остановился, ничего не понимая. Она как будто бы растворилась в лесу. И опять стояла полная тишина, стала ещё более не по себе. Возвращаться назад уже не было смысла. Большая часть пути осталась позади. Гораздо быстрее было добраться через лес. Я прислушиваюсь потихоньку, поехал дальше. Какая это была радость увидеть впереди огоньки города. Я ещё хочу сказать, что то, что потрясло автора, это то, что деревья, там достаточно густой лес. Лес, которому уже 200 лет. И эта огромная птица, она не петляла между деревьями, она летела по прямой. И это было потрясающе, потому что она летела низко на уровне человеческого роста и по прямой как бы растворилась в лесу. То есть это не совсем материальное было создание. Вот такие жители лесов обитают в Жигулёвских горах на моей родине. Всего доброго. С вами была Наталья Филинко. И в заключение, нормальным голосом прежним, я прочитаю вам стихотворение, потому что я записала его раньше. А вот кричала выпь, и сокол пьяный от крови молодой рассвета, весна перетекала плавно в яланчелью неба в лето, и мир, придуманный богами, с безумным птиц многоголосием мой город мял, как оригами, зажав меж колесом и осью. А время катится, и каплями дождя рисует знаки мне на окнах торопливо. Их смысл – тайна в ускользающих ручьях, в потоках ветреных, впадающих в заливы, в течениях рек земного бытия. Она исчезнет там, найдя исток, преодолев скитание и страх. И где-нибудь в каком-то из веков красивой раковиной ляжет на песок. И, может быть, все снова повторит в другой весне, совсем в других мирах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова